В селе Лаш-Таеба Яльчикского района завершается строительство православного храма. Первый камень под его основанием был заложен 7 лет назад. Недавно была определена и дата открытия новой церкви. Когда здесь проведут первую службу, выяснял мой коллега Дмитрий Ковалев. Церковные колокола в этом селе зазвучали вновь два года назад. Строительство нового храма идет полным ходом. Здесь уже установили купола, завершается отделка алтаря. Возводить церковь помогают жители окрестных деревень и меценаты. Кто-то рублем, а кто-то и руками. Возрождение этого храма, вот как-то возрождается и жизнь этого села. Как мы начали строить храм, опять этот храм собрал людей, вот жители этого села. Не только вот этого села, там близ лежащих деревень. Люди начали приходить, помогать. На протяжении вот уже 70 лет службу приходится проводить в небольшом молельном доме. Старая церковь в селе Лачтаеба была разрушена в начале 40-х, во время второй волны репрессий. Здесь она простояла ровно век. Новый храм назвали в честь Николая Чудотворца. Его образ уже украшает алтарь. Это будущий наш алтарь. Здесь до 2-4 сентября будет освящение, открытие этого храма. Будем здесь служить. Храм находился на этом же месте, вот фундамент мы нашли. Вот уже 7-й год строим. Со дня на день в новом храме начнут устанавливать и иконы. Многие из них отцу Силуану были переданы в дар. Икону Иверской Божьей Батери прислал Сафону, написанную Сафону. Я священна перед Чудотворным образом с Иверской вратарницы. Отец Паисий, наш земляк, с Янтикова, он там более 30 лет подвизается. Вот эту икону и еще вот скорую постучницу, эту Сафону. Недавно в приходе села появилась вот такая старинная икона. Отец Силуан рассчитывает, что и она займет свое место на иконостасе. Мне передали старинную очень икону, мы хотим реставрировать. Если все пойдет по плану, то новый храм в селе Лащ-Таиба будет открыт в начале сентября. Его планируют осветить в день иконы Владимирской Божьей Матери. Этого события ждут жители всего района. Дмитрий Ковалев, Эндрик Шоклев, Республика.